МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня ведущие и частично продюсеры любимейшей передачи «Армейский магазин» Татьяна Герасимова и Александр Ильин. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Татьяна. Поздравляю вас с прошедшим днём защитника Отечества, который мы праздновали нынешний понедельник. И вы пришли... Да? Извини, перебью тебя. Ты заметил, что мы по старой доброй военной традиции построились по росту? Эм... Да. Я не случайно... Без его одну ширину. Да, мы даже встали в ряд. Более того, мы, согласно старой армейской традиции, имеем военный пакет здесь на столе. Что это такое, Александр? Раскройте нам тайну. Мы решили сегодня приготовить и показать телезрителям самый современный сухой паёк, так называемый индивидуальный рацион питания боевой. Подождите, я правильно понимаю, что здесь в вакууме находится то, что помогает солдату в случае тягот и невзгод воинской службы быть сытым и довольным. Правильно я понимаю? Да. Давайте мы начнём что-нибудь готовить. Ну да. Логично. Таня, что сегодня вы с Александром приготовите всем нашим телезрителям? Мы с Сашей и с твоей ванной помощи, надеюсь, приготовим для телезрителей, во-первых, блинный тортик, потому что масляница, хотя заканчивается, но ещё осталось несколько часов. Так, и тортик называется солдатская мечта, да? Потому что сладенький. Ещё у нас будут стейки и сёнги со всякими полезными капустками. Это уже офицерская мечта. Да, это для дембелей. Лимон режем на две половинки. Дайте мне отвертку. С помощью вот этой чудесной штучки. Секундочку, секундочку. И выжимаем сок. Да, выжимаем сок для стейки. Александр, пожалуйста. Спасибо. Разрезайте лимон, выжимайте сок. А вот сюда мы обязательно заглянем. Я очень хочу посмотреть, мы прям посвятим этому отдельную часть. Что нужно ещё, Таня? Нужно залезть в холодильник. Пожалуйста. Достать оттуда сёмгу. Сёмгу. И молоко. Сёмгу и молоко. Ну, пока не хватит. Александр, как уверенно и умело вы это делаете. А вы говорите, вы готовите не умеете. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни выжимаете сок для лимона? Обычно я выжимал его вручу. Полковник, а вот когда вы приезжаете в часть к солдатам, когда вы снимаете программу, к вам обращаются по имени-отчеству или вам говорят, товарищ полковник? Ну, они не знают, что я полковник, поэтому... А вы не в форме приезжаете? Мы обычно... Мы всегда вообще в форме. Нет, безусловно, в военной форме. Мы только в студии записываем программу, которую, кстати, исполнилось 15 лет. Друзья, любимая армейская программа, армейский магазин, исполнилась 15 лет. Немедленно аплодируйте. Аплодируйте. Бэйф. Аплодируйте. Нам нужно звонить соком, вот, и оставить не виноватся. А мне кажется, что... Давай, будем выкладывать. А мне кажется, что... Не... У меня уже здесь лишний. Нет, Александра, она не лишняя. Ну, давайте, мы знаете, что сделаем? Я предлагаю сделать три стейка, нас же трое. Соли. Нужно солить и заливать лимонным соком. Хорошо. Я просто хотела, Ваня, сначала сделать маринованного ската, как мы делали на острове, на «Последнем герое». Маринованного ската? Ската. Да. Вот. Но не смогли достать... Я сейчас объясню, Даня. Дело в том, что, да, действительно, Татьяна Герасимова попросила нас достать свежего ската. Чем мы повергли в уныние сотрудников рынка... Дело в том, что в Азербайджане нету скатов. Поэтому что тут сделаешь? Делительно, конечно. Ну, да. Все. Мы залили соль, перец, не нужно туда? Попозже. Попозже. Сейчас мы это оставляем. И отставили, да. Нам не мешало. Нам не мешало. Все, походу здесь. Пока займемся блинами. И одновременно, наверное, будем на вот этой чудесной вот пароварочке, да, которую... Я себя здесь проглядела. Вот смотрите, как по-хозяйски, Татьяна. Кстати говоря, на секунду, прямо вот сделаем такую маленькую остановку. А какое количество в процентах у нас среди наших военнослужащих женщин? Можно это? Это известно? Если иметь в виду, что их где-то порядка 50 тысяч, то можно вычислить. Я хочу отдельно, друзья, поздравить всех женщин-военнослужащих, потому что им совсем непросто. И они на особом счету. Не знаю, мне кажется. Женщина в армии, объект особый, разглашению не подлежит. Вот. Так, Тань, что ты делаешь? Я решила засыпать сахар для блинов, пока вы... Ой-ой. Пока мы что? Саша, ты, пожалуйста, положи вот эту капусту, отделив всякие... А, я правильно. Я сейчас, я сейчас, мы все сделаем. А Ваня налет в водичке. Это тоже надо делать или нет? Мы на пару сделаем... Дорогой, дорогой Александр, вот нож у вас уже нет. Нам нужно просто разобрать на... Мелкие составные части? Да, на мелкие составные части. Мне нравится некоторое определение в армии. Говорят, например, что такое куст? Это пучок растений, произрастающий из одной точки. Вот сейчас мы разберем. Слушайте, а вот, ну, вот действительно, столько анекдотов ходит, да? Вот всего вот это. Но неужели действительно такие фразы звучат? Нет, это вообще уникальная ситуация. Я сам, когда заканчивал военное училище, я исписал целый блокнот вот этими фразами. Типа там, идите подметать. Подметать с рениками я уже договорился. И будете копать от забора до обеда. Это настоящий армейский фольклор, который мы по своей глупости, неопытности записывали и думали, что мы это слышим впервые. И именно от этого офицера, который, значит, вот это произносит. И какой он глупый, а мы такие умные. Он говорит, капитаны штаба, а там дураков не держат. Конечно, да. И так далее. Масса, да, разных, бывает всяких. От меня до следующего пня бегом марш. Сигнал атаки три зеленых свиска. И, в общем, мы все это записывали, угрожали, прикалывали, передавали друг другу. Я и писал вот такой толстый блокнот, который, в конце концов, у меня увели на выпускном пульсе. И когда я пришел в войска, и что же? И что же? Я услышал, что это просто вот такой армейский сленг, который, как я понимаю, просто помогает переносить тяготы и лишения воинской службы. То есть это общеупотребительные такие армейские выражения. Ну скажите, а когда все-таки тягот и лишения? Что, Танюша? Муку, пожалуйста. Муку, с удовольствием. Блинную. Блинную. Давайте мы посмотрим, на секунду оторвем сейчас от Александра. Сейчас Таня смешала сахарный песок с солью, с содой. Пропорции я сознательно умалчиваю, потому что я всегда все делаю на глазок. И, честно говоря, не знаю, сколько чего класть. Ну, глазок-то у тебя не дурак. Слава богу, что мы закупили муки. У меня... Ты подожди, ты куда-то ее уносишь. Еще она нужна? Оставь, пожалуйста, конечно. Еще она нужна. Хорошо. Нам все пригодится. Мы в этот момент с Александром уже подготовили овощи для, для не варки, а для парки. Парки, да. Сегодня наши овощи, вот в этой пароварке, будут делать то, что делают солдаты, когда ходят в баню. Они будут париться. Ну, солдаты, кстати, очень любят капусту. Я когда приехал, значит, впервые в расположение вооруженных сил... Что нужно, Танюша? Молоко. Молоко? А почему? Почему шепотом? Почему шепотом? Можно ведь громко. У меня это было перебивать колоссаж, рассказывать всякие забавные истории армейские. Сразу видно, кто продюсер, а кто ведущий. Да, друзья? Вот так вот. Так вот, насчет капусты. Да. Значит, в армии очень много капусты, и даже ходила такая байка, и солдаты сочинили меню, которое выглядело примерно так, что на первое, значит, вода с капустой, на второе капуста без воды, а на третье вода без капусты. Компот получается. Да, да. Слушайте, ну, мне кажется, сейчас-то все-таки ситуация налаживается с питанием в армии. Сейчас ситуация налаживается. Я вам скажу, что в 2007 году, вот Таня даже знает, мы недавно делали об этом сюжет, было принято решение о, значит, увеличении продовольственного обеспечения военнослужащих, и теперь военнослужащий получает вместо 200 грамм мяса 250, вместо 125 грамм рыбы 150, и масло его увеличено с 25 грамм до 35 грамм. А количество яиц, Иван, ты не поверишь, доведено до 7. 7 яиц? В день? В неделю. А вот, я знаю, вы же питаетесь в воинских частях. Что самое вкусное, Таня, вы пробовали, когда бывали на выезде, так сказать, на съемках? Вот еду из зеленой коробочки. Еду из зеленой коробочки? Что, серьезно? Самое вкусное находится вот здесь. Давайте мы это откроем. Итак, друзья, главное, на вкус не повредить. Не повреди, не повреди самое вкусное вами. Вот, что мы имеем? Вишня в порошке. А, это сухой напиток, заливается кипятком. Это мы будем сегодня пить. Повидло яблочное, фруктовое, прекрасно. А вот это что? Ну, это вот универсальная плита. Это, это... Четверткомфорочная. Да вы что, это сухой спирт, который поджигается... Ну, есть из подставки, Иван, обращаю внимание. Значит, это универсальная подставка. Значит, она вот примерно вот так разбирается. Ага. Значит, здесь есть предмет для того, чтобы зажигать спички. Черкашка. Черкашечка. Да. Вот, а эта подставочка, она вот таким вот образом подготавливается к работе. Вот у вас уже готовая практически плита. В зависимости... И вот здесь можно поставить на это... Да. И разогреть. Особый сосисочный фарш. Например, да? Да. Что мы сейчас смотрим? Армейские хлебцы. Так. Натуральная говядина. Ну, куда без нее? Без нее никуда. И здесь как раз, я так понимаю, те самые 200... Перед употреблением разогреть. Смотрите, что есть еще. Ложка. Вот у меня у дочери точно такая же ложка, как у Советской Армии. Вот здесь. Казалось бы. Из чего состоит ложка? Из чего? Вот, значит, из трех частей ложка состоит. А, то есть это сейчас как бы правило, да? Да, правило. Экзамен. Из чего состоит ложка? Записывайте. Значит, держала. Держала. Черпала. Черпала. И перемычка. Из трех частей. Слушайте. Вот, смотрите. Это набор спичек. Более того, я правильно понимаю, что вот эти спички горят под дождем? Да? Это такие специальные спички. Потрясающие. Но самое-то главное. Посмотрите, что? Салфетки. Ну, если больше всего, здесь еще даже есть гигиенические салфетки. Сейчас. Друзья, поскольку у нас такой интересный, познавательный выпуск с Макой сегодня, что у нас происходит здесь? Татьяна. Иван. Вы, насколько я понимаю, уже достигли нужной консистенции блинного искусства? Пока не уверен. Надо попробовать. А по какому принципу вы смешиваете эти продукты? По принципу посмотрела-насыпала, попробовала-добавила. Ну, что тут скажешь? Солдатский принцип. Хорошо. Я напоминаю, друзья, это блинная сковородка. Все готово для блинов. Рыба у нас маринуется. Овощи будут очень быстро готовы. Поэтому мы их пока просто держим, да, здесь? Мы их поставим, наверное, когда рыбу уже поставим на сковородку. Да. Правильно я понимаю? Друзья, сейчас я на секунду вас оставлю. Смотрите нас ровно через несколько минут, и мы узнаем, что «збитель» в переводе с чешского означает «зенитно-ракетный комплекс». Виктор Николаевич, я прошу прощения, а как вы узнали, что я в столовке нашей все время обедаю? А ты, Сережа, на себя в зеркало давно смотрел? Виктор Гюго, человек, который смеется. Дорогие друзья, смартно берем. В канале у нас гостяк сегодня Александр Линдер, Татьяна Герасимова, армейский магазин. Год, юбилейный год программы. 15 лет мы отмечаем в эти дни. Отмечаем прошедший день защитника Отечества. И отмечаем хорошую комплектацию сухого пайка для российского солдата. У нас был такой зампотех в полку, который... Зампотех – это не человек, который отвечает за потеху в солдатской жизни, а за технику. Это очень важно. Ваня, молодец, не служил, но все знает. Так вот, кто не знал его, сначала из молодых солдат, они и офицеров даже очень удивлялись. И всегда им было приятно на первых порах, когда вдруг ломалась машина, и если рядом находился зампотех, он все это говорил, дайте мне отвертку. Дайте мне отвертку. Ну, ему быстро давали отвертку, думаю, ну, зампотех сейчас начнем, значит, ремонтировать что-то. А она у него была в виде указки, и он говорил, так, открути генератор. Так, значит, там, сними аккумулятор. Тогда в нашей ситуации вы должны сказать, дайте мне силиконовый оранжевый скребок. Зачем? Вот, друзья, ни один гость до Александра не спрашивал. Просто сразу получал скребок. Дело в том, что это в нашей системе ценностей координат, здесь, в смаке, это, по сути, заменитель той самой отвертки вашего зампотеха, которую вы сможете указывать в нужном направлении, что делать Татьяне и мне. Пожалуйста, это для вас. Татьяне, а как ты делаешь больше огонь? Татьяне, больше огонь. Просто я привыкла либо на открытом огне, да, на костре, либо на электрической плите. На костре блины жарить? Лепешечки, лепешечки из плодов хлебного дерева. Да, я забываю совсем. Слушайте, действительно, Александр, кстати, такой вопрос. Правда ли, что когда Таня одна, не было нечего есть, были постоянные тропические ливни, команда проигрывала, и Танюша вышла на берег Карибского моря, встала, протянула руки к природе и всплыла атомная подводная лодка и вынесли Таню сухой паёк российские моряки. Ну, в данный случай, все, тогда, слава богу, тогда мы верим в чудеса. Не зря. Я бы, конечно, хотел бы внести коррективы в наше меню. Потому что я, друзья, не могу отказать себе в удовольствии вместе с полковником Ильиным приготовить что-нибудь из пайка. Что вы предпочитаете? Хлебцы с разогретым на специальном устройстве сосисочным особым фаршем. Ну, вкусняшка какая. Это раз. Ну, вот видишь, как супер. Вот так. Это не бенгальское дело. А как, вот так прямо, да, Иван? Да. А, кстати, вот эта штука-то не нагреется внизу? Нет, нет, нет. Нет? Все продумано. Она специально продумана и устроена. Так, у нас загорелось. Огонь у нас есть. Солдатская плита у нас горит. Мы... Сосисочный фарш. Да, можно вот при помощи... Да. Или его нужно открывать после того, как он... Нет, наверное, сначала открыть. Сначала открыть. А я тогда, Александр, я распакую хлеб. Вы только аппетит себе не перебейте. Ну, при всем желании. Нет, мы не перебьем сердит. И вот сейчас... Ставим. Да. Волнующий момент. Все. Ну что, друзья, вот он, уютный солдатский костерок. Блинчики готовятся рядом. Я предлагаю сделать еще вот что. Нашу кастрюлю, в которую налить воды немножко. Так, я залию сюда немножко воды для того, чтобы мы... Могли затушить пожар. Ну, и в этом тоже случили. А на самом деле мы сделали вот так. Накрыли до крышки. И это мы поставим уже в готовом виде на огонь. Ну что, пора, наверное, уже снимать. Подождите, подождите, наверное, надо пристать при помощи... А сухой спирт, друзья, потушить будет... А, кстати, как тушить сухой спирт? Надо ли? Ну, надо вообще. А как? Можно задуть. Задуть? Да. Ты видишь. Спасибо. Есть ли еще способы? Можно накрыть. Вот. Вот, друзья, что тут скажешь? Вот они, офицеры. Возьмите нож и помогайте. Что делать? А вот смотрите, что я делаю. Отвертка. Я беру... Руководить? Нет, нет, нет. Я беру... Что это? Иван, бери нож. Соси... Соси... Нет. Соситочный... Намазывай, Иван. Фарш. И соситочный фарш аккуратно намазываем на... И отдаешь старшему. Абсолютно верно. Да. У нас сегодня все зрители будут пробовать, чем питаются военнослужащие в нашей армии. Вот, друзья, такие милые, изящные солдатские канапе. Что происходит, Татьяна? Происходят блины. Татьяна, вы что-то... Вам что-то опять из ингредиентов не хватает? Нет, уже все хватает. Вот это... Все идет по той схеме, о которой я говорила. Положила, попробовала, добавила. Я думаю, что их можно уже выкладывать вот на ту тарелочку и начинать промазывать сгущеночкой и медом. А, вот в чем дело. У нас не готова ни сгущеночка, ни мед. Почему же? Вот они здесь готовы все. А, ну они все тут есть. Так, мы... А еще у меня готова... Пустая комфорочка для овощей. Для овощей. А блины мы где будем? Прямо вот сюда выкладывать? Прямо выкладывать и сверху мазать? Прямо... Тогда я... Да. Вот мед, вот сгущенное молоко. Это оно? Вот так. И надо сразу намазывать? Да. И няже. Александр. Значит, кладите. Ну давайте, хорошо. И сразу и мед, и сгущенку. Да, ну не врут, а сюда. Можно вот сюда сгущеночку? На следующий мед. Я думаю, две ложечки будет. Мы сейчас посмотрим сами, Танюша. Мы сейчас посмотрим. Пожалуйста, маэстро. Смотрите. Просто не вручай. Вот. Вы как-то нежно очень. Я стараюсь. Так. Края, края тоже захватывайте. Сейчас мы... Солдатская мечта. Солдаты мечта, это чтобы полковник ему сгущенкой блины навазал. Так что, что тут скажем? Слушайте, ну, Александр, ну когда вы служили, какие блюда у вас вот остались в памяти от советской армии? Ну вообще удивительная метаморфоза происходит в армии с вкусовыми пристрастиями людей. Когда я приехал и поступил в училище, естественно, первое, что мы сделали в столовой, попав первый раз в курсантскую столовую, все так сморщились брезгливо. Ну как можно вообще есть то, что называется вот этой солдатской едой? Вот. Ну, ты знаешь, прошел буквально месяц, прошел буквально месяц, и все то, что нам давали в столовой, съедалось, просилась добавка. Я, значит, я продолжаю, продолжаю. Давайте сразу раз. А, да. Значит, самые хитрые, вот кому не хватало еды в армии, у нас был один курсант Алексей, я не буду называть фамилию, но привет ему передаю. Значит, вот мы всегда удивлялись. У нас, естественно, был клуб, куда мы ходили на танцы. Вот. И там было очень много красивых девушек, которые в те времена очень любили военных, будущих. И вот наш этот друг Алексей, он ознакомился, вот выбирал самую такую-то такую упитанную девушку, несоразмерных размеров, а может быть даже, я не побоюсь этого слова, некрасивую. Хотя некрасивых девушек не бывает. Ну, нет, конечно нет. Золотые слова. Да. И несмотря на то, что сам он был довольно симпатичным молодым человеком, он почему-то вот делал такой выбор. И все его спрашивали, ну, Алексей, а почему ты вот, значит, зачем тебе эта вот девушка нужна, зачем ты с ней познакомился? Так. Все недоумевали. Что он отвечал? Пока, наконец, кто-то из нас не обратил внимания на то, что минимум раз в день, а он каждый раз знакомился, значит, с такими девушками на каждых танцах, минимум раз в день ему, а то и по несколько раз в день ему кто-то, значит, названивал прямо в подразделение наше. После чего Алексей таинственно исчезал минут там на 30-40, пропадал куда-то. Так. После этого он появлялся счастливым. Да. И вот однажды я заступил на КПП и был дежурным, и был свидетелем того, как, значит, к Алексею пришла девушка вот с такими двумя сумками, вот истерским. Знакомился? Да. Девушка, в которой были такие баночки аккуратные с супом, значит, с котлетками, с компотом. Отсутствие внешнего лоска девушка компенсировала наличием солянки. А мы-то, значит, уходя в увольнение, познакомившись с красивой, очаровательной девушкой, еще были вынуждены везти ее куда-нибудь в кафе за свой счет, естественно. Вот, друзья, смекалка. Алексей набрал таким образом не только очки, но и лишнюю килограмму. Так необходимы на службу в армии. Кстати, о пайке мы с тобой не договорили. Вот этот паек появился в 95-м году и завоевал сразу первое место на выставке в Европе, которую проводили на конкурсе сухих пайков в Женеве. Так вот, когда наши подразделения впервые столкнулись во взаимодействии с другими подразделениями НАТО, очень многие военнослужащие легко выменивали за один наш паек несколько НАТОвских. Потому что наш считался вкуснее. Дорогой Александр, дорогая Татьяна, оставляю вас... Вот, сейчас я Александру, так сказать, задам работку. Вот здесь, задачу. Оставляю вас сейчас готовить на кухне. У нас, друзья, сейчас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. И узнать, что шиповник в переводе с венгерского означает зимняя резина. Киша, сходи к начальнику склада, попроси у него два батона. Да ты иди сам попроси, он тебя так пошлет. Куда пошлет? А ты что? Не знаешь куда. Аркадий Гайдар, дальние страны. Дорогие друзья, с мат на первом канале. У нас в гостях сегодня Александр Ильин, Татьяна Герасимов. Мы готовим сегодня торт «Армейская мечта», который уже практически готов. Солдатская. Армейская солдатская мечта. Таня, я правильно понимаю, что мы сверху заливаем это все еще сгущенным молоком и орехами? Орешками украшаем. И украшаем орехами. Ну что же, сейчас... Ну так, прям богато заливай тогда. Ну, богато-не-богато, все, что было, все и вылили. Потому что все впитается, и чем больше будет того, что должно впитаться, тем потом вкуснее будет тортик. Пожалуйста. Ой, по-моему, у нас тут все приготовлено. Можно уже выключить. Выключить. Правильно я понимаю, что прямо вот так вот, прямо вот так мы украшаем, Тань. А можно выложить красиво, знаешь, одну серединку, другие вот... Может быть, цифру 15? Цифру 15. Это, кстати... Ну, кто предложил, тот и делает. Дорогой Александр, вы можете при помощи просто своих рук... Давайте, давайте, а я пока приступлю к тому, чтобы семгу... Мы же ее, наверное, на масле? Вот так вот, прямо чуть-чуть. Чуть-чуть. И мы берем семгу, дорогие друзья. У нас есть перчик. Посмотрите, друзья, посмотрите, как красиво. Да, Александр, а мы говорим, что это и периметно. Обозначить. Обозначить. Так, так, так. Мы выкладываем семгу. И вот сейчас... А почему не клюют рыбы, Иван? Почему не клюют рыбы? Да. Это вопрос, который вас мучает долгое время? Да, Александр. Варнии тоже, на него есть ответ определенный. Есть ответ, почему не клюют рыбы? Отвечайте, товарищ полковник. Потому что у нее нет клюва. Да, здравствует русский солдат. А чем это вы посыпаете, Танюша, рыбку? Рыбной приправкой. Правильно. А что же мы ее в маринад-то не добавили? А так красивее. Правильно. Иван. Ответ на уровне, потому что у них нет клюва, друзья. Вот она. И все эти истории, друзья, между прочим, вы можете видеть экранизированными в программе армейский магазин. Талантливые артисты талантливо разыгрывают все армейские присказки, байки и анекдоты специально для всех для нас. Есть ли шансы для нас, людей, которые в воскресенье иногда встают не в 7.50 утра? В 7.40? Ну, в 7.40. Мы первые на первом. Да. Вообще, по идее... Поскольку подъем в армию для нас, для тех, кто... В 6 утра? Да. А в воскресенье в 7. Вот. Да. И осталось только 40 минут. Спокойно. За 40 минут меня учили. За 40 минут нужно уметь одеться. 40 секунд. Ну, вон. Можно за 45. То есть я что, получается, всю жизнь думал, что я как солдат одеваюсь, а выясняете, что... Да. Ну, извините. Тогда я даже не знаю, что сказать. Где они не заставали, наверное, в чужой квартире ни разу. В чужой квартире? Вы знаете что? Поскольку жарить стейк из семги – дел нехитрое, мы сейчас уйдем на волшебный армейский хлопок. Поскольку, если вы слышите в армии хлопок, чаще всего это, может быть, хлопок от выстрела. Вот. У нас совершенно все по-другому. У нас происходит вот так. Смотрите. Раз. Два. Три. Пожалуйста, все готово. И мы можем приступать к накладыванию. Вот так. Ну что, давайте быстро мы расскажем, как мы это все готовили. Правильно я понимаю, что семгу мы замариновали в лимонном соке. Да, немножко соли. И немножко соли туда добавили. После этого мы это все обжарили. Овощи мы сделали на пару. И лимонный пенцин положили рядом. Все очень просто. Ну что же. Ну, овощи, да. Готовы. Изумительно. А рыбка? Ммм. Темгу. Я еще и сосисочного фарша сверху. Может, чем-нибудь запить вам? Угу. Ну, можно взять вишню. Я думаю, что так, мы одновременно будем мылить и насыпать. Давайте. У него даже цвет. Вишня. Вишневой. Достаточно. Достаточно. Берем. Подождите, это еще не все. Знаете, вот у меня вот это вызывает одно ощущение. Детский день рождения. И тем не менее, немногие знают. Да, действительно, 15 лет это немного. Несмотря на то, что, конечно, мы сегодня отмечаем 15-летие армейского магазина. За вас, за армию, за нас. То есть, за здоровье раненых, за свободу пленных, за красивых женщин и за нас, военных. Прекрасно. Так, друзья, торт, который называется «Солдатская мечта». Готовится так, как пекутся блины, и вымазывается слой сгущенки, слой меда. Слой сгущенки, слой меда. И самое главное, чтобы делать настоящий полковник. А если еще блины, пекла Таня Герасимова, то это, конечно, этому, друзья, кулинарному изделию будут рады в любой военной части. Этому нет цены. Ну что же, вот такая она. «Солдатская мечта». «Солдатская мечта». Так, короткая пауза. Мы сейчас будем доедать все это, но у нас есть вам, поскольку у вас день рождения, подарки. От всемирно известного производителя посуды Тавпова. Инновационные изделия. Набор контейнеров «Акваконтроль» и кастрюля от «Шефа» из нового металлического каталога. Готовить с Тавпова – это просто увлекательно и в то же время выгодно. Давайте поставим сюда. Разгребайте, разгребайте место. Дорогие телезрители, я прошу вас сейчас и нашей зрительной студии поаплодировать. У нас сегодня в гостях была Танечка Герасимова, был Александр Лин. Были создатели, руководители и ведущие программы «Армейский магазин», которые мы поздравляем с 15-летием. Ура! Но! Вот ведь чудо! Должен быть либо поощрен, либо наказан. Так, вы меня будете наказывать. Поэтому, Иван, мы тоже приготовили свои подарки. Я дам я поощрить. Иван, так. Ну, во-первых, мы тебе дарим настоящую малую саперную лопатку. Малую. Причем, таким вот образом у нас получается кресло. Ты можешь садиться, втыкать в землю. Здесь есть штык. Так. Он втыкается в землю. А распутив ее полностью, можно ее приводить. Лопатка. Или... Ну, слушайте, Александр. Еще является топором. Помимо того, что ты является топором, это же является и... Если, например, солдат приглашен на бал и не хочет быть узнан. Маленькая вуаль. Кто ты, Маска? Я тебя знаю. Да, это я, рядовой Хабибуллин. Спасибо огромное. И что же, и что-то еще я вижу в руках мелькает у Татьяны. Это на стенку. Это на стенку. Так. Иван, ну и последний подарок, поскольку ты паек съел, мы тебе дарим. Настоящий паек, друзья. Спасибо вам огромное, Александр Ильин, Татьяна Герасимов сегодня в СМАКе. С праздником вас с днем рождения армейского магазина. Спасибо, огромные аплодисменты у нас. Сейчас, друзья, короткая пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. И вы узнаете, куда я зарыл свой паек.